Дед Мороз на мотоцикле и Снегурочка на косухе. В косухе точнее. Если вашим детям уже наскучили стандартные новогодние хороводы, самое время везти их в байк-центр. Там до 13 февраля проходит представление со спецэффектами и специальными транспортными средствами. О настоящей байкерской ёлке расскажет Иван Абаденков. Более 20 мотоциклов, два грузовика, один из которых Волк, Мобиль, тонны металла и тысячи световых приборов. Вот что такое байкерская ёлка. Среди традиционных классических новогодних персонажей здесь можно встретить разве что только Снегурочку, все остальные Волки, Шакалы, какие-то там упыри и кровопийцы. Но это ничего страшного, детям нравится, потому что всё шоу сопровождается бесконечным количеством опасных трюков, перед техническими какими-то элементами, но и данная сказка имеет под собой глубокий смысл. Основные мотивы патриотические, возможно, именно поэтому главным центральным символом всего шоу стал колокол, который именно сейчас и поднимают над сценой. Я уже говорил, что шоу экстремальное, поэтому о безопасности организаторы думали в первую очередь. Никому из ребят нельзя выходить вот за эти металлические барьеры. Собственно, пиротехника сюда тоже не перелетает, так как это опасно. Помимо вот этой шумной, яркой, красочной и экстремальной части, было ещё и представление в помещении. Там, кстати говоря, возле сцены сидели только дети, родителей оставили возле бара. Давайте посмотрим, как там всё происходило. Не будет у вас больше ёлочки! Не видать вам больше праздника, как своих ушей! Потому что я великий и ужасный упырь кровососный! Мне очень понравилась эта сказка, она очень интригующая и увлекательная. А тебе не показалось, что она немножко такая агрессивная, что ли? Нет, мне не показалось. Увидеть эту байкерскую сказку, где Дед Мороз появляется на мотоцикле, где Волк Мобиль – это реальность, где вот такие вот чудеса и чудесницы тоже ходят между нами, бродят и при этом никого не пугают, где постоянно что-то взрывается, что-то летает, где ёлка не совсем настоящая, она из металла. Всё это можно будет увидеть здесь, в байк-центре, до 13 февраля. Абсолютно любой может прийти и насладиться этим зрелищем. Детей до 6 лет, конечно, стараются не пускать, а вот те, кто постарше – пожалуйста, но только с родителями. Здесь шумно, но весело. Иван Обыденков, Михаил Волков и Максим Серовегин. Москва, 24.